Итоги работы за полгода сегодня подвели полицейские Ноябрьска. Рост количества преступлений за первое полугодие составил всего 4%, что является лучшим показателем на Ямале. В целом снизился уровень уличной преступности, сократилось количество грабежей и разбоев. В то же время выявлены 9 случаев взяточничества и раскрыто 3 преступления в сфере ЖКХ. Кроме того, на совещании особо отметили тот факт, что полицейским наконец удалось добиться того, что ноябрьцы стали меньше попадаться на уловки телефонных мошенников. Если по итогам 4 месяцев текущего года было зарегистрировано 26 преступлений данного вида, причем в апреле было совершено 15, то в мае их уже было зарегистрировано 6, в июне только 3. К слову, телефонных мошенников очень сложно привлечь к уголовной ответственности. Между тем, ноябрьским полицейским удалось раскрыть в этом году 10 подобных преступлений. Также в первом полугодии значительно возросло количество краж. Речь шла о магазинах олененок, жасмин и монетка. Ну и, пожалуй, самым негативным фактором в деятельности ноябрьского ОМВД стало значительное падение раскрываемости преступлений сразу на 20%. По этому показателю местные стражи порядка в округе занимают предпоследнее место среди 13 подразделений полиции. Отсюда и главная задача на второе полугодие – мобилизация всего личного состава на увеличение раскрываемости. Меня, как руководителя одного из самых крупных на Ямале подразделениях органов внутренних дел, не устраивает общий низкий уровень раскрываемости. Это, на мой взгляд, главный критерий оценки деятельности полиции. Количество неоткрытых преступлений по сравнению с прошлым годом возросло почти на 20%. По тяжким и особо тяжким – более чем на 23%. 17 июля в здании администрации города будет работать общественная приемная председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На вопросы горожан ответит руководитель Следственного управления Следственного комитета по Ямалу генерал-майор юстиции Александр Фумин. Записаться на прием можно уже сейчас по телефону 32 47 51.